Как всегда, с наступающим Новым Годом, Рождеством! Теперь будет в нашей пару дней. Очередной мой стол из серии «Маленькие меню на праздники». Как всегда, немного холодного, немного горячего и сладкого. На закуске, горячая закуска классической французской улитки. В конце покажу цены, пару слов скажу. Потому что некоторые блогеры, которые у нас тут приезжают, но не живут, рассказывают вещи не совсем корректные. В конце я пару слов скажу по поводу улиток. Подаются они в горячем виде всегда. Готовятся, если кто сам дома готовит пустые коробочки, покупаются отварные. Также улитки отварные берем. Дальше сливочное масло, мягкое. В него зелень, петрушка мелко режется. И чеснок добавляется, выжатый. И в эту улитку мокаются в эту смесь. Мягкое масло внутрь коробочки вставляется, запекается 10-12 минут. Соус должен расплавиться. Я поставила очень корректно, вертикально, чтобы соус не вытекал. Чтобы не была коробочка залита всем соусом. Хочется в соусе улитку съесть. Но потом все равно немножко вытекает. И потом хлебушком макаем и кушаем. Никакие щипчики не берите. Руками берете улитку. Аккуратно поддеваете ее. Вынимаете и кушаете. Потому что со щипчиками выпрыгнет у вас эта улитка. Обольет этот соус вашу одежду. Но будет некомфортно. Итак, дальше. Холодная закуска в коробочках из-под маракуйи. Фрукты съела, помыла. Коробочки устойчивые и такие тверденькие. Поэтому внутрь немного салатика. Сливочный сыр. Вот эта красненькая я покажу позже. Расскажу, что это. Мои друзья уже выскакивают на стол. Мясо уже бегает по столу. Ничего сделать не могу. Так что, извините, попадает в кадр. Дальше креветки у меня. В сливочном сыре как бы стоят. Ну, помидорки для украшения. Такая легкая закуска. Макаем креветку в сыр сливочный. Ну, и также там вот эта намазка красненькая. Она немножко острая. Продается она в арабских магазинах. В отделе, где продают на развес оливки. Я взяла на развес кулечек. Еще одна закуска. Холодная. Брускетта. Пожаренный хлеб, как обычно, в духовке. Немного сливочный сыр, чтобы придать какой-то оттенок разный. Опять же, вот эта красная намазка. Такой, типа как паштет. Еще у итальянцев можно его купить, когда мелко перетертые оливки идут. Они пикантные. Ну, вот что-то такое у них это продается в магазине. Я взяла для декорации бутербродов, холодного и закусок. Дальше идет колбаска. В него в колбаску завернута кукурузка маринованная, которую я купила сегодня с оливками в кулечке. На развес я брала. Ну, и сверху зеленые оливки. На горячее два блюда. Одно маленькое, как всегда. Полента. Я в магазине взяла недорого, за скидкой, брусочками продавалась. Полента это аналог мамологи молдавской. Можно сделать как кашу, густую. Потом застынет, можно нарезать ножом. Можно сварить мягкую кашу. И это будет похоже на ризотто. Ну, вот было в таких брускеттах маленьких, нарезанных кусочках. Его надо обжарить на сливочном масле. Я нашла сосиски недорого, белые, которые любят в Германии кушать. Покажу в конце. Сделала такие шпажки с сосисками. И все это запекла. Ну, сосиски имеют, естественно, свой соус. И в этом соусе вот эти брускеты немножко обжарились. Ну, и основное горячее блюдо. Это значит, что у меня скумбрия. Я запекала ее в фольге. Два слоя фольги. На низ идет слой лука. На луковой подушке. Сверху тоже прикрыла луком. Потому что для меня она суховатая рыба. Что еще я сделала? Я разрезала. Внутрь я поставила помидорки. Ну, и в конце украшения. Это свежие помидорки. Внутри я еще запекала целиком маленький лук и маленькие картошки. Картошку я посмотрела, когда уже открыла рыбу. Полчаса где-то я ее в фольге запекала. Потом я открыла, чтобы она зарумянилась. Проверила картошку ножом, что хорошо входит. Что дошла картошечка до кондиции. И выключила. То есть немного в фольге и немного открыв. Рыба печется быстро. Поэтому 25-30 минут в фольге. Потом откройте. И за минут 5-10 она зарумянится. И она уже готова. Сладкое я не готовила сегодня. Зашла в магазин. Попала на кексики. Кексики делаются из кокосовой стружки. Сама по себе стружка дорогая. И если все посчитать. И мука, и яйца, и кокосовая стружка. Я попала на эти кексики. За 2 евро 400 грамм. Коробка приличная. Я просто взяла и купила эти кексы. А также буш. Буш это маленькое полено. Которое разных цветов. Продается прямо вот на Рождество. На все наши праздники. Вечером проходя мимо булочной. Вчера я уже все купила. Думала только эти кексики поставить. Тут я смотрю пирожные. Со скидкой. Евро 50. Ну я себе взяла покушать. На вечер. Ну и у меня это хорошо вписалось. Скажем так в тарелочку со сладким. Ну мандаринки с базара. Если снять корону с себя. И пойти на базар. То можно в принципе взять овощи и фрукты. И таким образом сэкономить. Большое количество средств для себя. Если ты не богат. Я не богата. Поэтому для меня это экономия. У меня рядом стоит бешеровка. Я привезла когда-то с Чехии. Была 2 раза в карловых варах. Рекомендую купить. Это настойка на травах. В чаек вечером очень хорошо. Ну и доктор всем желает здоровья. Трюфеля можно найти за евро 35. Я брала в Lidl. У нас такой магазин есть недорогой. И можно в Ашане найти. По коробочкам по продуктам. Кексики. 50% скидка. 2 евро. Я брала 2,15. Пошли не все. Часть я только выставила. Сосисочки. Вот на шпажках. Будда белая. 1 евро 2 штуки было. Одну зажарила. Еще одна осталась. Полента. Было 6 штук. 3 я сделала. Евро 50. 50% скидка. И 3 еще. Остается на следующий раз. Колбаска классическая. Сырокопченая. Евро 26. 10 штук. Ну и в арабском магазине зашла. Взяла вот эту кукурузку. Копченую оливку. И вот такой вкулючек. Вот эта намазка. Которые можно сделать на тостике. А также можно добавить курицу. Еще к чему-то. Ну как добавку сделать. Для пикантности вкуса. Улитки. 12 с карго. 2,20. Магазин Керефор. Перекресток. Специально взяла улитки. Чтобы показать цену. И пару слов сказать. Кушайте улитки руками. Не надо никакие щипчики брать. Вылетит. Эта улитка из щипчика. И обольет вам одежду. Потому что там сливочное масло. Оно жидкое становится. В духовке. И течет. Поэтому берите всегда их руками. Их можно купить в замороженном виде. И с собой взять. Если вы летите всего 3-4 часа. Вы можете купить в замороженном отделе. Где замороженные продукты продаются. За 2,20. Как я купила. И взять с собой. Если вы пойдете в ресторан. Вы заплатите. Заплатите где-то 12 евро. 10. 12. Не знаю как найдете. И будет очень дорого. Если вы не богаты. Потому что к нам приезжают разные хомячки. Блогеры. Которые не знают. Ни как есть. Ни сколько это стоит. Где это продается. Ничего не знают. Берут в ресторанах. 200-300 подписчиков. Тысяч смотрят. И верят, что это так. Вот 2,20 в магазине. В отделе замороженных продуктов. Закинула в духовку. 10 минут. Соус растаял. Они были замороженные. Вилочки подели. Поели. Соус вытек. Хлебушек взяли. Макнули. Получили удовольствие. Можете взять с собой. Если вам разрешат самолет пронести. Они же замороженные идут. Вот такой стол у меня сегодня получился. Скумбрия. Горячая. Полента горячая. Получается. Со шпажками. Сосисками. Тоже горячая закуска. Как улитки. Подается в теплом горячем виде. Две холодные закуски. Из маракуйи. Креветки торчат. Ну и как всегда. Простая брускетта. Симпатичная. С колбаской. С маринованной. Кукурузкой. Оливки. Зелень для украшения. На сладкое. Мандаринки. Есть вот эти у меня кексики. Влажные внутри. Полено. Кусочек. Такой для себя на один раз. И лягушка путешественница. Всех вас поздравляю с наступающими праздниками. Доктор желает вам счастья, здоровья. Быть здоровыми в новом году. Труфеля я показывала в прошлый раз. За евро 35 я брала. Такой скромный, симпатичный столик. Приходите на мой канал. Я выдаю каждые 2-3 дня во время праздников новое меню. Я меняю горячее, холодное, сладкое. Показываю, что у нас есть. Что, по чем стоит. Сколько можно купить. Что можно приготовить. И до новых встреч на моем канале. Всех с наступающими праздниками. Новым годом, Рождеством. И всего наилучшего.